Привет, Скорпионы! С вами Александра с предсказаниями для месяца ноябрь 2020 года. Дорогие Скорпионы, мы посмотрим, какие энергии вас будут окружать, на что обратить внимание. Это общее чтение, поэтому что выйдет, то выйдет. Посмотрим, что будет важнее, то и покажется в нашем раскладе, в небольшом. Первая карта нам выпадает – семерка чаш. Наверное, вы стоите на пересечении вашей жизни между реальностью и фантазией. Когда у вас ваши мечты, кажется, вот-вот осуществятся. Когда вы, может быть, имеете несколько выборов. То есть у вас есть больше, чем одни отношения у некоторых из вас, больше, чем одно дело, которым вы хотите заняться. Здесь задача первостепенная будет выбора. То есть что выбрать из данной ситуации, из нескольких людей, из места. Может быть, кто-то из вас мечтает переехать в другие места. То есть здесь явно вы стоите перед выбором чего-то. Здесь, конечно, есть и страхи тоже. Уходить с насиженного места, бросать знакомые отношения, вовлекать себя в поиск новой работы. И даже если у вас много предложений, это все равно нелегко. Особенно вы, если сидели и были в состоянии, когда у вас долгое время что-то не менялось. Здесь однозначно есть страхи, но и в то же время здесь есть чувство и желание чего-то нового. Как будто вас притягивает что-то. Но Луна – это большая наша планета, не планета, а спутник, который заправляет всей водой на нашей Земле. А мы состоим тоже почти 80% из воды в наше тело. То есть, конечно же, Луна влияет на нас. И здесь говорится о том, что под этим светом Луны иногда фантазии, тоже разрастаются. То есть иногда кажется реальность другой, чем она есть на самом деле. Фантастичной и, может быть, необычной, иногда страшной. Но иногда здесь может быть, что слишком много фантазий, и они оторваны от реальности. Здесь может быть и предупреждение, и совет не бояться, и предупреждение внимательнее смотреть на свои желания, потому что у них есть тенденция исполняться. То есть нужно желать умно, здесь говорится, да? Потому что некоторые желания, которые мы желаем, они исполняются. Когда они исполняются, оказывается, что это не совсем то. То есть это иллюзорные какие-то желания. Мы думали, они нас делают счастливыми, а они нас не сделали счастливыми. Или они делают нашу жизнь лучше, а они не сделали нашу жизнь лучше, а только наоборот. То есть здесь нужно очень аккуратно выбирать. Для некоторых из вас, может быть, еще не пришло время прям точно выбрать. Может, время как раз только и мечтать. Потому что здесь, может быть, немножко сознание такое затуманенное, когда вы и в самом деле не знаете, где правда, а где ложь, где белое, а где черное. Потому что когда луна, мы не видим наши глаза так устроены, что мы не видим цвета, да? Мы только видим оттенки черного и белого. То есть мы не видим реальный цвет этой вещи. То есть мы не видим реальную эту вещь, когда выходит солнышко, да? Как оно выглядит. То есть поэтому здесь и говорится, что желания должны быть такие безопасные, я бы сказала. Не желайте слишком то, чего вы очень хорошо не знаете. Потому что здесь может быть дополнительная информация, которая вам придет. Вы не знаете об этом человеке или об этой работе, или об этой ситуации. Здесь есть однозначно скрытая информация. То есть, может быть, кто-то здесь есть, кто старается в самом деле, чтобы вы по-другому увидели эту ситуацию. Здесь, может быть, есть даже и влияние какого-то другого человека. А вот на этой карте специфически здесь есть два человека. То есть девочка смотрит в зеркало, да? И в зеркале есть как бы призрак, а там два человека. И, может быть, вот этот человек думает, что вот эти все желания, они нужны для осуществления того, чтобы вы были вместе, например, в вашей любовь. Вы думаете, что и человек ваш так думает, потому что не может быть иначе. Здесь нужно быть осторожным, потому что у вашего партнера или у вашего загаданного человека Возможно, есть какие-то или проблемы, или скрытые качества, которых вы еще, может быть, не знаете. Вы не можете точно для другого человека сказать, что именно он хочет, что именно ему нужно. А он сам явно здесь как бы не высказывается. Здесь, конечно, у вас откроется определенная правда. То есть вам нужно будет сделать какое-то решение, но вы и узнаете много информации. Это карта вообще победителя, когда темное отделено от светлого, когда правда становится ясной. Ну, в общем-то, тогда человек и побеждает. Когда, если были какие-то проблемы и страхи, то они уходят на второй план, потому что здесь, конечно, все бесстрашно. Здесь явно. Здесь может быть иногда остро или болезненно, потому что правда может быть иногда болезненной. Но не всегда, не обязательно. То есть если вы готовы к тому и понимаете, что, может быть, в ситуации есть что-то такое, что вы не знаете, тогда эта правда будет для вас желанной. Она не будет для вас неожиданной. Она не будет для вас разрушающей. То есть она будет, наоборот, для построения чего-то прочного, то, что на прочном фундаменте. Правда всегда помогает нам строить и отношения, и работу, и что-то, когда нам ясно, мы можем быть креативными. То есть мы можем создавать тогда на этом месте не на шатком, не на иллюзорном, а на таком, на реальном, когда в нашей голове, потому что мечи, это же все-таки наш ум, мы знаем четко, что куда мы движемся, куда мы направляемся. Здесь откроется вам дорога встречи, может быть, с этим человеком, которого вы ждете, и, может быть, волновались, и, может быть, пугались, и боялись. Здесь вам удастся, конечно, выбрать, может быть, в начале месяца кажется, что вы не можете сделать решение, а к середине месяца у вас придет такое состояние прояснения, когда вы избавитесь от страхов, может быть, потому что вам придет какая-то информация, которая подтверждает что-то, подтверждает вашу мысль, основную какую-то мысль и план. Это наш мысль и план, интеллект, туз мечей для победы, то есть для решения чего-то, для какого-то вопроса. И, конечно, здесь поучаствует очень хорошая новость. Если это человек, то это человек, который идет вам на помощь. Ну, вот он буквально направляется в вашу сторону, чтобы, может быть, избавить вас от страхов, избавить вас от сомнений, и избавить, может быть, вас от каких-то предвзятых, может быть, неправильных предубеждений. Потому что здесь может быть также много не только мечты, не только что-то вы можете достичь реального, здесь может быть предубежденного что-то, здесь может быть много того, что не отражает реальность, как я сказала раньше. То есть этот человек, может быть, придет и своей любовью, своим чувством, своим, а даже просто присутствием, потому что здесь передвижение, да, он сделает вашу жизнь ясной и понятной, что вам нужно делать дальше. Дорогие скорпионы, я извиняюсь, мне пришлось встать, потому что у меня собачки, мне не хотелось, чтобы они так долго лаяли здесь на экране. Я все помню. Подытожим. В начале месяца у вас будет выбор. Вы должны будете что-то выбирать. Вам кажется, на вас есть давление, куда-то вас тянет. Это может быть воздействие Луны также в небе. Вам срочно выбор делать не нужно, потому что у вас есть еще время, и у вас нет всей информации, которая необходима для того, чтобы сделать этот выбор. В середине месяца вам придет эта информация, и она придет из рук человека, который доброжелательно к вам настроен, будь то новая любовь или будь то предложение о работе. Здесь будет какое-то официальное, скорее всего, предложение, потому что Туз Мечей, он говорит о том, что все будет ясно и понятно. И страхи уйдут на второй план. Сомнения даже. Может быть, здесь даже не столько страхи, а сомнения. Может быть, вы сомневаетесь, что этот человек реально к вам придет, или этот человек реально говорит правду, или эта работа реально вам подходит. Что-то такое в вашей жизни, то, в чем вы сомневались, плавно перетечет это все в ясность, потому что вы получите дополнительную информацию из рук этого человека. Давайте смотреть дальше. Здесь похоже, что в самом деле были переживания, и в самом деле вы избавитесь от каких-то трудных или тяжелых мыслей. Здесь нетрудная жизнь, нетрудное финансовое состояние, здесь просто трудные и тяжелые мысли. Некоторые, может быть, немножко даже были в депрессивном состоянии, может быть, в разлуке с кем-то, и кто с этим человеком, который приходит назад и возвращается. Но здесь не просто он возвращается, а здесь, конечно, у вас будет серьезный разговор. Если вы пройдете через этот серьезный разговор, что-то вы должны будете поменять в своей жизни, это башня. Или что-то вы должны будете поменять в своих отношениях, или что-то переписать контракт, например, на работе. Сделать так, чтобы вам в будущем, чтобы у вас в будущем уже не возникали такие сомнения, чтобы в будущем вашем все было ясно и строилось все на правде. Здесь, конечно, вы поставите этого человека, если он к вам приходит, или если вы заключаете какой-то контракт, например, новый, вы поставите все точки над Иль. То есть вы сделаете так, чтобы защитить себя, чтобы избежать этих ненужных страхов, которые у вас были раньше. Может быть, многие из этих страхов, они были, конечно, надуманными, но может быть, только потому, что вы где-то избежали когда-то раньше или смотреть в глаза правде, или спрашивать правду, или откровенно разговаривать о чем-то. То есть здесь говорится о том, что когда-то в прошлом вы не выяснили вот этот момент. То есть здесь сейчас этот момент будет выяснен для того, чтобы избежать в дальнейшем таких же переживаний, как и раньше. Здесь говорится о том, что вы найдете свое место под солнцем, и, скорее всего, с этим человеком. То есть вы сработаетесь. Если это новая работа, вам удастся успешно что-то начать, может быть, какой-то новый бизнес, может быть, небольшой для начала. Если это партнерство, то вас будут окружать люди, с которыми вы способны вместе работать. Если этот человек, которого вы ждали, к вам приходит, здесь тоже говорится о том, что вы начнете что-то с ним новое. То есть начнете на какой-то новой, может быть, более равноправной ноге. Восьмерка чаш говорит, что, может быть, этот человек раньше оставил вас, и сейчас, возможно, для некоторых из вас будет время выбирать оставаться с этим человеком, даже если он пришел назад, или принимать это предложение, которое несет этот рыцарь. Но оно, видимо, искреннее, да, или нет. Потому что здесь карта говорит об уходе, или даже не об уходе, а о размышлениях, какое место вам лучше, что вам лучше. Потому что здесь у вас как бы и есть вроде бы все, что необходимо, и, может быть, другим людям даже кажется, что это им очень много, потому что, видите, здесь девочка одна уходит, и остается празднество, то есть остается что-то на этом месте приятное, но, тем не менее, она уходит, потому что ей этого мало, то есть она хочет чего-то большего. И здесь у вас есть хороший шанс, что вы достигнете этого чего-то большего для себя, потому что тут говорит, победа будет за вами. Самое главное – избавляться от неясностей и, может быть, каких-то фальшивых обещаний, неправдоподобных иллюзий. Здесь говорится, что если они были у вас, то вы от них избавляетесь. Карта Луны говорит о большом притяжении. Может быть, это притяжение немножко ослабнет. Может быть, вы уже притянули своего человека, который вам нужен в вашей жизни, и вам приходится разрушать что-то такое, чтобы место было для него. Может быть, здесь есть влияние какого-то бывшего человека, который приходит и разрушительно действует на ваши новые отношения. Такое может быть тоже. Ну и тут, конечно же, вам придется быть строгим и заботиться о своих интересах. Вы можете сработаться. То есть здесь говорится о треугольнике таком, который работает. То есть это не любовный треугольник, это когда три человека смогли договориться. Но нужно основывать это все на ясности и откровенности. Потому что иначе, чтобы избежать вот этих страхов и непонятных действий, то есть нужно все оговаривать заранее, вперед. Ну вот так, дорогие скорпионы. Конечно, придет вам ваш желанный, или вы достигнете своего желанного мужчины или женщины, да, покоя. Этот человек, у которого успокоились чувства, то есть который может контролировать свои чувства, который в конце концов знает уже, что если или этот, или этот человек, кого вы выбирали, вы уже знаете точно, что ваш выбор сделан уже без сомнений. Здесь без сомнений человек выбирает то, что ему интереснее, приятнее и более перспективно. Я желаю вам хорошего месяца ноября, дорогие скорпионы. С вами была Александра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok